Как сказал наш любимый корреспондент Василий Криворучко, зачем такие игры по 1-0? Разве я даю установку выигрывать 1-0? Я даю установку выигрывать и выигрывать с максимальным количеством мячей. В Севастополе мы дважды попали в перекладину и попали в штангу, еще с 5 метров не забили 3-4 мяча. Какой же я буду тренер, если буду давать установку выигрывать 1-0? Победы радуют, но даются они, сами видели с таким трудом. По сегодняшней игре очень хотелось бы отметить первую очередь Игорь Черномора, который в решающих моментах сыграл хорошо, тем более он второй микроцикл недельный, работает буквально на уколах. Ему в Запорожье повредили голеностоп, 2 дня не тренировался перед игрой, благодаря усилиям нашего Виталия Степаненко, который делает уколы прямо туда, где больное место. Он ставит на ноги буквально за сутки. И после игры с Севастополем то же самое. Игорь только позавчера вышел на тренировку, а 3 дня бегал по кругу, потому что оба голеностопа забинтованные сегодня были. Его сейв, скажем так, по-другому назвать не могу. Когда игрок бил, видели, да, метров с 10 и с 12, и когда он прыгнул мяч в ногу, чиркнул перекладину и ушел. Это можно сказать, что грудью ворота защитил. Конечно, снова сегодня не реализация. Сегодня в перерыве, если кто-то был рядом возле раздевалки, то, наверное, тут и судьи, и инспектора слышали, и, наверное, зрители под трибуном помещении, как я рычал на Рябцева, который трижды проживал моменты, когда стоял, когда вратарь отпустил, потом на добивании не успел. То есть те моменты, которые нападающий должен читать и идти просто до конца и ждать, хотя бы быть в состоянии боевой готовности, а не стоять на прямых ногах, а потом, когда мяч отскакивает и судорожные движения делают, почему же раньше не побежал на этот мяч. И, конечно, очень хочется отметить Женю Глобу, который, кстати, играл за «Шахтер» Свердловс, по-моему, два года, нет, три года назад он там был, полгода после «Арсенала» в 2008 году, где я его тренировал, Женя был или полгода, или год, а потом был в Армянске два года. Конечно, его удар великолепный в Дальний Юго, который решил исход встречи, тоже с почином Женю, и, ну, по «Радует» сегодня, выиграна была, ну, процентов, наверное, я не скажу, что 70, но 60-65 верховой борьбы вы видели, очень высокая команда, очень высокая команда, и было очень сложно бороться с ними вверху. Это там и разбитые губы, и, скажем так, и локтями пощелкали, там и Никиту Вовченко пощелкали, и того же Игоря Черномора, и Антона Борисенко, но футбол есть футбол, эта команда всегда, знаете, мы три года с этой командой играли, в том году, по-моему, две ничи, позапрошлом две ничи, это мы только на кубоке обыграли. Вот, очень рад, что мы обыграли все-таки эту команду, отпустив ее в Свердловске, введя 2-0 уже на 10-й минуте. Так что, поздравляю всех болельщиков, нашу команду поздравляю, и ждем всех на заключительную игру здесь, в составе Днеприджинской. Приходите, поддержите нас.